Здравствуйте! У меня в руках образцы, которые я изготовила, когда училась на модельера-конструктора. Здесь все от обычных ручных швов до английского воротника. Иногда бывает такое, что тебе просто необходимо дома шить что-то. Ну, например, укоротить юбочку, или подшить брюки, или просто шить фарту к школу ребенку. Или шить что-то яркое, креативное, интересное, например, развивающий коврик, который по заоблачной цене просто не купить. Вот, все начинается с отзывов, поэтому я покажу тебе, как легко и быстро и пошагово сделать все это с помощью моих образцов. Сейчас я буду показывать. А если тебя заинтересует тот или иной образец, просто пиши в комментариях название. И тогда я пошагово расскажу и даже покажу, как его сделать. Ну, а сейчас смотрим. Начнем с обычных сточных и сметочных шовчиков. А пока я показываю, приоткрою вам одну тайну. Это был один случай, который в буквальном смысле заставил меня записаться в школу шитья. Меня, такого активного, неусидчивого человека. А вы знаете, для того, чтобы заниматься шитьем, нужно терпение и кропотливость. Так вот, в 18 лет я познакомилась с девушкой. Она встречалась с братом моего парня. Тогда она как-то на Новый год заявилась в шикарном, просто сногсшибательном костюме. И оказалось, она сшила его сама. Брат моего парня все время нахваливал ее, какая она рукодельница, ох, какая она хорошая, вся такая классная. Вот, вот этот момент и стал стимулом мне. Я сразу представила, как будто бы я сшила себе шикарное платье. И такая вся красотка, в нем иду на свидание, любимый мной очарован. Все банально и просто. Конкуренция. Конкуренция и стремление не просто отлично выглядеть, а быть настоящей русской женщиной-рукодельницей. Ну, это не есть хороший повод, это скорее даже эгоистичный, может быть, где-то корыстный. Ну, уж никак не творческий повод. Ну, ничего, ничего. Он пришел, этот стимул творческий, он пришел в процессе. И потом оказалось, что шитье, вышивка, это все так интересно для меня. А сейчас я понимаю, что это еще и полезно. Себе очень много всего можно шить. Вот, например, у меня тяжело подобрать платье на мою фигуру. У меня большая разница между талией и бедрами. Приходится там подгонять все время, шить. Если что-то красивое прям хочется. Вот. Не говоря уже о развивающих игрушках, которые по таким ценам. Там книжки, вот эти все коврики для маленького ребенка, что их не укупишь. Или там сумочки, банальные там шторы домой. Да куча вещей просто. Вот. И поэтому я и хочу с вами тоже поделиться опытом. Так что, если вам нужно шить что-то, то пишите. Я по мере возможности, конечно, наглядно продемонстрирую, как это сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!